Одесса – современный европейский город, и решение проблем с бездомными животными является одним из важных шагов для подтверждения такого имиджа. Вопрос уменьшения их числа гуманными методами в Одессе встал, пожалуй, раньше, чем в других крупных городах Украины. В свое время немецкая журналистка, это было начало 2000-х годов, она сняла материал о том, как утилизировались бездомные животные в Одессе. Это была будка, это было зверство, это было страшно. И в Германии поднялся огромный общественный резонанс. Президент Немецкого союза защиты животных, господин Аппель, он просто лежал на ступеньках мэрии для того, чтобы добиться приема по этому вопросу. И немцы вот это все они построили за свои деньги. И, в принципе, даже согласились на то, что они будут в казну города платить земельный налог и все платежи, но чтобы им только дали возможность осуществлять гуманное сокращение численности бездомных животных на территории города. Гуманное сокращение численности – это массовая стерилизация. Уже более пяти лет в украинских городах-миллионниках действуют программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных методом бесплатной стерилизации собак и кошек. И в Одессе такая городская программа есть, главным распорядителем средств по которой определен Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета. И хотя когда-то Одесса была пионером этого движения, сейчас программа стерилизации бездомных собак и кошек буксует. Мы значительно отстаем от Киева, Харькова, Днепра и Львова. Нарекания у волонтеров вызывают то, что бесплатно кастрировать дворового кота, который гуляет сам по себе, очень сложно. Один раз в месяц, первого числа, необходимо прийти в 5-6 часов утра. Это только за тем, чтобы получить место в очереди на стерилизацию в течение месяца. А на вызовы по телефону с просьбой отловить бездомную собаку для стерилизации, вакцинации и чипирования от Центра экологической безопасности Департамента экологии можно получить расплывчатый ответ. Бродячие собаки, 8 штук, достаточно большие, не чипированные. Подскажите, можете приехать их, пожалуйста, забрать на стерилизацию? Он заявку принял, смотрите, в течение двух недель до сутки наши специалисты должны вас набрать. Можете их координировать по телефону, где собаки именно видели там. Я поняла. Подскажите по денежке, сориентируйте меня, сколько это будет стоить примерно? Небанка городской программы, это абсолютно количество. Я вас поняла. Хорошо, спасибо. Единственное, что, возможно, всех 8 штук не получится сразу за один раз ловить. Тогда у нас будет перезвонить и еще раз оставить зарядку. Поняла. В рамках этой программы, которая заканчивается, мы работаем с немецким приютом. Согласно графику, утвержденному каждый четверг, мы утверждаем график отлова. На сегодняшний момент они нам дают, скажем так, 20 собак в месяц. Хотелось бы больше. Я думаю, что сейчас новая программа, мы по-новому выпишем договор с ними, как это будет происходить, чтобы увеличить по максимуму. Если они, конечно, захотят остаться в программе. Город частично компенсирует корма и вакцину. С вакциной вопрос получше. Они, в принципе, практически покрывают вакцину на животных, доставленных в рамках программы. Ну и все остальное оплачивает немецкий союз, потому что у нас животное проходит достаточно длинный цикл. У нас собака содержится около двух, двух с половиной недель. Пять дней животное находится в зоне карантина. Его там прививают не только от бешенства, ему делают всю антипаразитарную обработку и комплексную вакцину от всех инфекционных заболеваний. Это немцы покупают все за свои деньги. Потом, собственно, процедура самой стерилизации, потом вакцинация от бешенства. И где-то дней пять-семь животное находится у нас после стерилизации под контролем ветеринарных специалистов. Мы наблюдаем швы, мы наблюдаем состояние. Если нужно, там докалываем еще антибиотики, либо какие-то лекарства. Ну, в общем, выпускаем уже, как говорится, животное под ключ, чтобы оно могло полноценно вернуться на улицу и не требовало дальнейшего ветеринарного сопровождения. Если немецкий приют предоставляет только 20 мест в месяц для стерилизации собак по муниципальной программе и при этом немалую часть расходов несет сам, то откуда в отчете Департамента экологии за прошлый год такие цифры? Выловлено 632 собаки. И дальше, при стоимости отлова одной особи 530 гривен, соответственно, за всех собак должна получаться сумма 335 тысяч гривен. А по отчету за 2020 год из городского бюджета всего на реализацию мероприятий по отлову и возвращению в прежнее место обитания беспризорных животных было выделено 2 миллиона 645 тысяч гривен. Возникает вопрос, куда делись более 2 миллионов 300 тысяч гривен? Смотрите, на сегодняшний момент в отчетах указывается сумма, которая прошла через немецкий приют, но не прошла через нас. У нас стоимость одной выловленной собаки с учетом отлова стоит 1161 гривен, согласно тарифу, утвержденному нашему. Это туда входит отлов, вакцинация, стерилизация, 5-дневная передержка послеоперационная и вывоз собаки в среду обитания. В прошлом году мы сделали около 1200 собак. Я не знаю, в отчетах, которые мы подавали, было там тысячу с чем-то, 1200 с чем-то собак, они были, может, ошибка просто какая-то, я изумился. В отчете департамента за 2020 год исполняющий обязанности заместителя директора назвала число отловленных собак. Странно, что в отчетной документации Одесского городского совета присутствует такая ошибка. Задать вопрос о ней руководству департамента экологии и развития рекреационных зон мы не смогли. Чиновники отказались давать интервью. Мы не смогли побеседовать ни с исполняющим обязанностей директора департамента экологии Александром Тищенко, подпись которого стоит под всеми договорами, ни с его заместителями. С этим запросом партия Шария обратилась в мэрию непосредственно к Труханову. Но в отличие от других запросов, в ответах, на которые можно лить воду, здесь экологи решили проигдорировать вопрос в лоб, где деньги, и решили не отвечать. Так, на депутатском портале Одесского городского совета было предписание от вышестоящего руководства ответить до 29.07, однако ответа мы так и не увидели. У нас на сегодняшний момент полностью рабочая операционная, там где это все делают, и один из вольеров, которые работают для этого, для этой работы. Раньше у нас не было этого, лицензия была, но мы сами не стерилизовали. На сегодняшний момент у нас есть, но маленькая возможность. Ну, в месяц где-то собак 200-300 стерилизуются однозначно. Это хозработы и программы. Хозработа у нас это область. Мы выезжаем, у нас подписаны договора с другими ОТГ. Практически вот весь Одесский район, Велико-Михайловка, Калина-Бога, Затока, проблемные места. Они с нами подписывают договор, мы выезжаем, это считается хозработой, мы зарабатываем там деньги. Мы из бюджета ничего не получаем. На топливо, на расходники, и полностью начиная, извините, с бумаги, на которые мы печатаем ответы, заканчивая самыми большими расходниками, это все лежит на хозрасчетной деятельности нашей. Интересно работает департамент экологии. Работу, которую проводят, не полностью отражает в отчетах. И наоборот, отчитывается о том, что оказывает экстренную ветеринарную помощь бездомным животным, которые попали в ДТП или имеют явные признаки болезни, а волонтеры даже не знают, по какому номеру ее вызвать. Я волонтер уже полтора года и ни разу не слышала об этой скорой помощи ни из каких источников, кроме как из отчетов Департамента экологии ежегодных, которые как бы есть. Они показывают, что что-то там происходит, какие-то фотографии каких-то собак в этой машине, фотографии самой машины. Но я как волонтер, я не знаю существование этой экстренной ветеринарной помощи именно от мэрии. Не только волонтеры, но и депутаты профильной постоянной комиссии по вопросам экологии хотят знать о городской экстренной ветеринарной помощи больше. Соответствующим запросам на предоставление информации к мэру Одессы обратился депутат Илья Фрейман. Ко мне, как депутату, который входит в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии, предотвращение чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, связи и информационных технологий, обратились жители нашего города. Относительно функционирования экстренной ветеринарной помощи прошу предоставить информацию о дате старта работы службы, номер телефона для вызова, количество вызовов, перечень услуг, ценовую политику на них. На сессии Одесского городского совета Илья Фрейман выступил перед своими коллегами. Возникает ряд вопросов по работе непосредственно департамента экологии и подведомственному ему коммунальному предприятию муниципальный центр экологической безопасности, которые в 2018 году приобрели автомобиль для некой скорой ветеринарной помощи за 900 тысяч гривен. И предлагаю желающим попробовать вызвать такую вот неотложку для животных. Только учтите, что номеров в открытых источниках вот этой вот неотложки, скорой помощи, ее нет. 900 тысяч есть, а номеров их нет. По сути, автомобиль почти за миллион просто где-то стоит и теряет стоимости из года в год. На территории Центра экологической безопасности мы не нашли этот практически летучий голландец. Городскую машину экстренной ветпомощи за почти 900 тысяч гривен, которая, подобно легендарному кораблю-призраку, никак не может пристать к берегу. Она сейчас с командировки в Харькове, зам поехал на ней, я не буду скрывать, зам поехал с обменом опыта, я его послал как раз перед новой программой. Экстренная ветеринарная помощь была куплена в 19-м году, в 19-м году за 895 тысяч. Это хороший автомобиль Рено, полностью укомплектован, мойкой, мойкой всем снаряжением, подсветкой для экстренной операции, всем там вот, носилками. Все по ГОСТу, как говорится. Новая машина, на сегодняшний момент она работает иногда по экстренным вызовам, у нас нет такого сейчас еще порядка, что она вот, как в скорой помощи подняли трубку, и мы выехали, нет. Почему нету? Потому что у нас еще здесь, у нас был запланирован ремонт, денег пока не выделили. Мы иногда помогаем, если волонтеры звонят, мы можем выехать с ветеринаром и отвезти в ту клинику, куда попросят волонтеры. Они все знают мой телефон, я могу повторить, 093-21-66-550. Странная практика в департаменте экологии города. Купить машину экстренной ветеринарной помощи для муниципальной ветеринарной клиники, которой пока нет, и купить оборудование для муниципального крематория для животных, который пока не построен. К требованию митингующих на то время, и они собирались, около полторы тысячи человек по Одумскому, было принято закупить крематорий, который есть, он закуплен, он стоит на ответственном хранении, на заводе, там, где мы купили. Он стоил 345, 350 было выделено, за 345, по-моему, мы его купили. У нас, мы отведели земельную делянку на 6-м километре, есть проект крематория, колумбарный стенок. Очень жаль, что руководство Департамента экологии отказалось от встречи, и нам так никто и не ответил, в чем целесообразность потратить 345 тысяч на установку для крематория, который когда-то будет, а также купить за 895 тысяч машину для ветеринарной клиники, которую когда-то построят. Крематорий пылится на заводе, когда в нем нуждаются, а ветеринарную экстринку могут вызвать только избранные волонтеры, и то в качестве такси для больного бездомного животного. Странная схема. Потратить более миллиона на то, что где-то, когда-то и будет ли вообще. Из ответа Департамента экологии на запрос депутата Ильи Фреймана явствует, что на ремонт здания коммунального предприятия запланировано около 24 миллионов гривен. Это в 7 раз больше, например, чем на программу по стерилизации бездомных кошек. То есть начали с решения важной проблемы, а потом бюджет неожиданно разбух масштабными ремонтно-строительными работами по поводу беспризорных животных. Глава Департамента экологии знает, что мы будем выносить этот запад, у него нет ответа, он здесь не присутствует. К сожалению, опять будут за него отвечать помощники и так далее. Это очень неприятно, потому что он в курсе этих вопросов, и куда пропало 2 миллиона 300 тысяч, ответа нет. Вот его просто нет. Здесь просто банально работает математика, настолько все топорно выполнено. Сегодня речь идет о создании муниципальной ветеринарной клиники, говорит директор КП, в которой экстренная ветпомощь может заработать круглосуточно с необходимым штатом ветеринаров и травматологов. Нужна какая-то муниципальная ветеринарная клиника, где, допустим, будут либо комплекс каких-то бесплатных услуг для бездомных животных. Волонтеры тоже говорят о необходимости городской ветклиники. Но эта важная инициатива не должна реализоваться так, как, например, были сделаны муниципальные площадки для выгула собак. Волонтеры предоставили видео, на котором эти места превращаются в антисанитарные зоны с обгорелыми стенами, шприцами, окурками и прочим мусором в нескошенной траве и разломанным оборудованием для дрессировки. Инициатива нужная была. Депутаты проголосовали, чиновники выделили деньги, попиарились, сделали фотоотчеты и забыли. Мы побывали на такой муниципальной площадке в Стамбульском парке. Почему на четыре фонаря, четыре урна и четыре скамейки Департаменту экологии выделили полтора миллиона гривен? В этом уже пытались разобраться правоохранители. Мы увидели площадку без животных, с облупленной вывеской. Контейнер для уборочных пакетов к туалетам для животных на площадке мы не заметили, но нашли его при входе в парк. Контейнер пустой и, кажется, давно. О площадках для выгула собак тоже спросили руководство Департамента экологии, но ответа не получили. Также нам отказались ответить на вопрос о программе стерилизации бездомных кошек. Точнее, об инциденте, который произошел в ходе ее реализации, когда в этом году тендер выиграл новый подрядчик – ветеринарная клиника Одесского государственного аграрного университета. В отличие от бездомных собак, которые по программе в 100% случаев должны быть стерилизованы и вакцинированы, бездомных кошек можно принести на эту процедуру по желанию или необходимости. С весны этого года волонтеры носят кошек в клинике Тина и Зоология, которым город оплачивает услуги. А с июня еще в ветеринарную клинику университета. Сюда, в клинику, 9 июня, волонтер принесла двух дворовых кошек на стерилизацию. После операции вечером того же дня животных вернули волонтеру. Также является таким фундаментальным нарушением работы с животными это отсутствие стационара в этой клинике. При осмотре мы обнаружили, что такого помещения вообще нет. Врачи рассказывали нам, что животные в послеоперационный период, вместо того, чтобы содержаться сутки, как прописано в договоре, под присмотром в условиях стационара, их просто содержат в переносках сутки, там вот где-то под столом. На следующее утро в 7 утра я обнаружила одну из кошечек мертвой. Потом вот этой второй кошке на шестой день у нее начал кровить шов. На 12 день у нее была температура 40 с половиной. Повезли, ну то есть много клиник объездили, то есть занимались лечением самостоятельно за собственные средства. Потом сделали 21 числа, сделали УЗИ ей в Эксвете и на следующий день тоже отвезли в другую клинику, где ее перешивали. Кошка поступила, ну это было 22 число, попала к нам в состоянии, так скажем, тяжелом, то есть у нее была повышенная температура и мы провели все возможные исследования, которые у нас есть, УЗИ исследования и было принято решение, что срочно кошку оперировать, ну в ходе операции в принципе мы обнаружили воспаление подкожной клетчаткой, воспаление мышечных волокон, то есть брюшной стенки мышц и ну провели операцию в принципе то есть успешно, как видите, животное сейчас уже себя лучше чувствует и после этого был долгий период восстановления после операции, то есть очень интенсивная терапия с всеми возможными для нас вариантами лечения, то есть кислородный концентратор пришлось подключать и много на капельницах было фактически и ну вот в таком состоянии животное поступило и такие действия мы предпринимали для того, чтобы спасти стерилизованная как бы по городской программе в университетской клинике и только через две недели принесенная волонтером в немецкий приют, где ее от всего этого ужаса еле спасли, Мурлыка теперь нуждается в добром хозяине, на улице ей не выжить. Почему как бы по городской программе? Потому что возмущенные волонтеры обратились к чиновникам и местным депутатам. Почему департамент экологии заключил договор с непрофессиональным подрядчиком? А когда все вместе они пришли в клинику аграрного университета, то оказалось, что запись о визите волонтера с двумя кошками 9 июня в журналах клиники исчезла. Скажи, пожалуйста, это этот журнал, который была произведена на запись? Посмотри. Ну, здесь нет. Нет. Скажите, пожалуйста, у вас журналы все выглядят таким вот образом? Они не прошиты, они не пронумерованы. Можно свободно вытянуть листы из этого журнала и заменить другие. Я демонстрирую, как это все делается. То есть это не журнал. Это абсолютно, вот, пожалуйста, меняем, ставим, забираем, что нам не угодно. Ну, замечательно. Отсутствие журнала, отсутствие журнала учета животных в этой клинике, то есть вместо того, чтобы использовать прошитый журнал с печатью, как положено, клиника использовала просто листы А4, которые вставляются в пластиковый зажим. То есть ведение такого рода бухгалтерии позволяет в любой момент вытащить любой лист, вставить другой, передавать при этом неправильную информацию в департамент экологии о количестве принятых животных. Мы считаем, что это не мелкое нарушение, а крупное нарушение. Это программа, четкая, четко прописанная программа с распределением местного бюджета, с использованием городских средств. И есть четкие условия, которые прописаны в договоре, которые должны соблюдаться теми или иным подрядчиками. В пятом разделе ДИА договоров, 5.1, этот договор считается укладанным и набирает чинности за момент его подписания с коронами. Да, действительно. Он набирает с момента его подписания, но для более контрольного, чтобы не было замечаний, есть частые состыковки с казначейством, мы как бы вступаем в работу после его регистрации. Это может быть 9, 10, 3, то есть, ну, смотря когда... То есть у нас сейчас складывается ситуация, что подписан договор, но еще там с казначейством какие-то там неполадки, которые... Нет, это не так... Это какие-то нормальность, которые надо подождать. Это техническая процедура. Да, техническая процедура. Пока мы ее ждем, клиника эту кошку приняла как бы, ну, от себя. Ну да. Поиграться. Из видеоотчета, предоставленного инициаторами встречи в Аграрном университете, многое становится понятным, но вопросов от этого еще больше. Почему врач университетской клиники взялся стерилизовать животных, если программа бесплатной стерилизации еще не вступила в силу? На каком основании вы провели эту операцию? Ну, по какой программе? На каком основании? Без программ. Без программ. Без программ. Без программ. Просто от себя. Что вы сейчас себе пытали? Он сидит там, бедный, дрожит. Может быть, он уже подумал, что да, действительно, на ректорате я объявил, что да, мы ждем документов по тендеру. Может, он не понял, что произошло. Итак, волонтер принесла на стерилизацию двух кошек, и они пострадали. А вот кто ответит, пережили ли стерилизацию 1800 бездомных кошек, на которых по отчету Департамента экологии город выделил 900 тысяч гривен в прошлом году. Ежегодно программа начинается слишком поздно. В этом году она стартовала в мае. К этому времени животные уже вынашивают и выкармливают очередное потомство. Как итог, ситуация зацикливается, и все попытки сократить популяцию сводятся к нулю. Решением Одесского городского совета кошки официально признаны частью экосистемы города как природные диротизаторы грызунов. Одесситы так любят кошек, что установили им более 20 памятников. А кто контролирует программу бесплатной стерилизации этих бездомных пушистиков? Как участвуют в разработке программы на следующие пять лет организация с труднопроизносимым названием Госпродпотребслужба, которая уполномочена осуществлять функции государственного надзора за здоровьем и благополучием животных, где авторитетное зоозащитное объединение. Опять же, в Киеве на отлов бездомных собак коммунальное предприятие обязано приглашать зоозащитников. Позвонили в службу с просьбой отловить стаю собак в центре города. Нас оповестили, что адрес включен в список мониторинга. Прошло две недели, но никто никуда так и не приехал. Понятное дело, а с нами так и никто и не связался. Как не связываются и со многими другими одесситами. Алло? Здравствуйте. Вы звонили в службу... Вы звонили в службу отлова по поводу того, что необходимо собак стерилизовать и вакцинировать. И они обещали вам в течение двух недель выйти на связь и приехать. Ситуация как-то изменилась? Вы знаете, к сожалению, нет. Так вот со мной на протяжении всего этого времени никто не связался, никто не сообщал ничего. Я даже не знаю, приняли они это в работу. Хотя я оставляла и свои данные, и контактный телефон, всегда была на связи. Но так никто и не связался. Погрешности муниципальной программы и бесплатная стерилизация очевидны. Сейчас разрабатывается программа охраны животного мира Одессы на 2023-2027 годы и говорят, что суммы в ней по сравнению с прошлым периодом значительные. Поэтому и вопросов без ответов может быть больше. Как Бермудский треугольник попадает в департамент экологии, животные, автомобили, деньги попадают и пропадают. Похищаются пришельцами из космоса или жителями Атлантиды. В этой аномалии под крышей Горсовета депутатам необходимо успеть разобраться до принятия новой программы. Ясно только одно, что Труханову огласка тем животных не нравится. Несмотря на прямые вопросы и замечания финансового характера, он пытается не давать Фреймену читать свой запрос. Вы фантазируете, у вас рассказ как это в повествовательной форме. Прочитайте, пожалуйста, по сути. Ну это же рабочий орган. Да, Георгиевич, я понимаю, что это такая неинтересная тема. Ну 2 миллиона 300 тысяч куда-то пропало. Слушай, давайте по сути. Я не хочу с вами задавать вопросы. Я понимаю, что вы не хотите ярче. Изложите свой запад. Да, ну как можно изложить запад Турханов не дал дочитать вопрос по животным. Редактор субтитров А.Семкин